всем привет вот моя honda civic подгремела гремит у меня передняя подвесочка но я думаю одно из одна из причин то что она гремит это так называемые яйца так сейчас вниз спустимся вниз опа так вот я поставил вот это вот яйцо я уже его менял на на неродное как бы на корейское и какое оно там сейчас я его буду менять яйцо на вазовский вас 2108 там где соленблоки чтобы она ходила четко сейчас мне нужно его открутить открутить не так просто беру инструмент такой мощный уже пробовал и открутить таким накидным крючком нифига у меня не вышло не хватает рычага поэтому взял вот такой вот накид не накидную головку на 14 сейчас попробую что-то не очень идет как говорится против лома нет приема ленька сорвал рычаг большой здесь неудобно поэтому перед перешел на вот такой эту сторону сорвал сейчас вот наверх пошла родная пошла теперь надо побрызгать потому что начнет проворачиваться ничего с ней не сделаю открутить откручивать очень неудобно решили снять колесо поставил домкрат колесо снимаем здесь освобождается под машину его давать для страховочки как говорится и чудо вот этот был попробуй на 14 удлинитель вон ключ пусть и журочку почти на чурочки крутится но неизвестно или с болтом или это да с ним болтом так а сзади тут есть этот прорезь под ключ здесь указами ключик на 14 где-то а вот у меня есть он поддерживаем ключом все-таки на 15 10 ключ давай пошел но когда держим все идет отлично посмотрите начали крутить этот подвеска идет вниз и в натяг идет поэтому подложили чурку сейчас домкрат опустим чтобы немножко освободить опускаю немножко уже выправилась вот так ключ на 15 подожди подожди давай ни хрена себе так резьбу засрала да может надо почистить было я то есть настолько забилась вот эта вот резьба что мы не можем прожить там сзади воды 40 со всех сторон да подышка сзади так вот немножко смажем не помажешь не поедешь так вот левое яйцо снято сейчас будем изготавливать из восьмерочного точно такое же посмотрите вот такая вот такое яйцо с восьмерки сейчас я что сделаю я вот эту часть отрежу вот эту часть чтобы у меня со втулкой оказалось потому что вторая часть без втулки сюда на восьмерке входит просто рычаг вот эту часть отрежу и еще одну такую же у меня получится две части получилось вот такие вот две части и сейчас нам нужно смастерить из этих двух одну вот такую вот по центрам меряем и вот эти вот как сказать уклоны соблюдаем углы вот эти то есть лишь тут не ровно не ровно 90 градусов если вот так посмотреть а немножко под уклоном здесь наверно 135 градусов ну наверно где-то так 90 плюс 30 плюс 45 поэтому нам нужно попасть все это дело делаем готовим для сварки между собой будем варить так вот так вот вот так вот видите две половинки сейчас будем попадать вот этот угол ну и варить варить конечно не буду показывать как потому что камеру чтобы не испортить так сначала прихватим потихоньку потихоньку поливать конечно будем что вот эти резинки не сгорели давай вот так сделаем чтобы нам видно было 45 градусов а ну да надо болты воткнуть чтобы все эти опять же можем другую сторону поверни эту зачем мы вот здесь надо 45 градусов а потом мы просто был переставим вот так вот прихватили поливаем чтобы резинки не сгорели мне кажется там больше идем смотреть вот так перевернули той стороны заварено сейчас эту туру обтачиваем если даже маленько резинку сверху заденем с ноздаком ничего страшного главное угол и прочность металла вот этого все последняя как говорится шлифовка особой красоты не надо ну так более менее как говорят некрасивый самолет не полетит сейчас будем ставить на место получилось вот такая вот такое вот яйцо саленблоков представляете это вечное яйцо будет наверное японцы разрабатывали чтобы экономить резину но мы ставим наше отечественное на японский автопром вот такими болтами сейчас мы будем закручивать наше новое испеченное яйцо сюда вот вот так вот андрей ставит подержи так-так-так давай-ка отсюда так теперь где у нас гаечка вот она гаечка держи болт я наживаю держу там это плохо наживится пластмасс я просто начну как до него доеду все так мне надо держать на 15 давай я их второй сразу ставим угу потом легче так давай ну вот сделали мы из восьмерочных яиц яйца или как как это правильно называться не яйца организатора поперечной настойчивости да именно так и называется так там ключ на 15 на 15 а с этой стороны на 17 новое давай давай буду держать давай с простого и наоборот со сложного с того дальнего нет нет давай 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 надо насколько насколько смогу что-то там плохо снимается это может мне трещотку вытащить а то потом я ее не вытащу или вытащу ну давай вытащи вверх вверх закрутили на потому что у меня у меня есть длинная на 17 головку мы мы выйдем из положения все отлично так сколько ньютон 100 пойдет не что не надо там на 8 это примерно сейчас скажу тебе ньютон 45 45 сейчас вот так 45 все снимай ну и все смотрите какая красота получилась я думаю этот болт спиливать не надо пусть он будет потом сложнее будет крутить когда грязью забьется будем долго крутить да вот пилишь потом короче вот такая конструкция я считаю более менее надежная слушай она смотри болт немножко повернулся может еще подтянуть или он там в резинке повернулся еще подтянуть да значит на 90 ньютон или на 80 тогда головку надо вот видите вот как это как бы как она с завода шла но уже менино конечно яйцо менино гремит оно и вот получилась у нас наша конструкция ну я думаю на данный момент она более надежная у меня уже сзади стоят яйца ездят прекрасно не ту головку специально на видео покажу видите длинная головочка чтобы хорошо подтянуть короче говоря все затянули сильно упираться тут не надо поднимаем убираем с этой чушки ставим колесо что видят все готово Субтитры сделал DimaTorzok